ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Компания Хёнде снова подняла цены на свою продукцию. Самый популярный в России новый кроссовер Крета подорожал во всех версиях на 25 тысяч рублей. Новая начальная стоимость 1 миллион 67 тысяч. На Солярис накинули 10 тысяч. Теперь за него надо отдать минимум 790 тысяч рублей. Кроме того, на 40 тысяч рублей выросли цены на Соната, Санта-Фе и Тюссан. ТРАССА 101 Можно ли вернуть деньги, если автомобиль, находящийся на гарантии, сгорел из-за технической неисправности? Можно. Это доказал житель Оренбурга. Его «Лада Веста» незадолго до истечения гарантийного срока вспыхнула, как свечка, ввиду короткого замыкания в моторном отсеке. Дилер отказался добровольно возместить клиенту ущерб, поэтому он обратился в суд. Тот сделал гражданина богаче на один с лишним миллион рублей. Это и стоимость машины, и неустойка, и штраф. ТРАССА 101 Российские социологи выяснили, что после достижения 40-летнего возраста водители начинают вести себя за рулем гораздо спокойнее. Правда, это не касается такого нарушения, как превышение скорости. Молодежь склонна к более агрессивному поведению на дороге, однако исключение составляют граждане в возрасте от 18 до 24 лет. Наконец, женщины ненамного чаще, чем мужчины, отвлекаются от управления, в том числе на разговор по телефону и набор сообщения. ТРАССА 101 Япония присоединилась к странам, продекларировавшим скорый отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания. Наши восточные соседи собираются достичь этой цели примерно к 2035 году. И что-то подсказывает, что жители страны восходящего солнца выполнят обещание. Не зря же японские автотехнологии являются одними из лучших в мире. Добавлю ранее об отказе от авто с ДВС заявили некоторые европейские страны. Великобритания, например, в качестве даты X обозначила 2030 год. ТРАССА 101 Для любителей автомобильной роскоши компания Mercedes-Benz начала принимать заказы на новое поколение флагманского седана S-класса с удлиненной базой. Машина стоит минимум почти 12 миллионов рублей. Оснащается она трехлитровым бензиновым мотором, который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором суммарной мощностью 370 лошадей, либо трехлитровым дизелем мощностью 249 лошадиных сил. В списке опций пневмоподвеска, кожаный салон, светодиодная оптика и так далее. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.